Приветствую друзья! После модели EV200 и EA500, продолжая двигаться по линейке вверх, у нас на очереди гибридные пятидрайверные наушники Simgot M6L, где за бас и нижнюю середину отвечает 8мм динамический драйвер с двумя резонаторами, а за весь остальной диапазон четыре балансных арматуры. Причем настроили все почти идеально по Хармону. Корпус делали из тонко текстурированной смолы, а в качестве кабеля приложили посеребренную медь. И да, все это было сделано не зря. Звучат наушники как для своей цены просто потрясающе. О них сегодня и говорим. Собственно, поехали! Пришла модель в небольшой картонной коробке с птицей Феникс по центру, логотипом пройденной Hi-Res с аудио сертификацией, с заводским графиком АЧХ, изображением наушников в разборе и списком из технических характеристик. Где важно отметить, что базируются они на 8мм динамике и четырех балансных излучателях, отвечающих сразу за средние и высокие частоты. Причем общий импеданс всей этой конструкции составляет 26 Ом при чувствительности 119 дБ. В комплект нам положили инструкцию, плотный бокс из кожзаменителя, а также набор белых силиконовых амбушюр с черным сердечником. Нормальные, кстати, насадки, но с QBR07 им, увы, не сравнится. Кабель, на мой взгляд, хлипковат, хотя он и витой и смотрится отлично, но по его сопротивлению в 0,6 Ома на каждой из жил многое становится понятно. Не самое лучшее решение, но пользоваться таким вполне можно. Сами чашечки выполнены из той самой тонкой текстурированной смолы, хотя на вид как обычный пластик. Из нестандартного компенсационного отверстия здесь приличного диаметра и вынесли его нам на внешнюю металлическую часть прямо под схематически изображенной огненной птицей. Звуковод привычно уже имеет металлическую основу, а с торца прикрыт перфорированной пластиной. Смотрится все это неплохо, посадка удобная, да и стоковые амбушюры мне прекрасно подошли. По измерениям у нас стандартный по амплитуде и затухающий, затуханию и импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике достигающие всего 0,3%, что просто превосходно. Фаза ведет себя естественно, а затухания на 30 и 60 дБ составляют классические уже значения, причем практически без возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10,5 дБ с пологим таким заходом на середину. Аналогичные амплитуды выделения области разборчивости, небольшая плата с центром на 7,5 кГц и два акцента на 11,5 и 16,5 кГц, дабы подчеркнуть высокочастотную составляющую. В сравнении с симгот EV200 у нас, как видите, чуть больше баса и гораздо спокойнее вся верхняя часть диапазона. На KZ DeFi, между прочим, они еще сильнее похожи, но теперь уже симгот оказались светлее. Добавить, друзья, мне здесь нечего. Это еще одна, на этот раз куда более точная, адаптация кривой Хармона 2019 года. В плане подачи же симгот себе не изменяют. Это все тоже по аналогу мужевое. Насыщенное звучание, с прекрасной выразительностью, динамикой и максимальным упором на скорость и качество прорисовки всего музыкального полотна. То есть, в отличие от Aviation акцент сделан не на эффектности, тембуральном объеме и эмоциональной составляющей, а на точности, собранности и незаметности переходов между излучателями. Лично для меня, что они, что Aviation примерно одного поля ягоды. Но если в Aviation хочется прямо подпевать или вскочить и пуститься в пляс, то с E-M6L я откидываюсь в кресле и начинаю вслушиваться в оттенки и всевозможные нюансы звукоизвлечения. При этом у героев обзора все просто чудесно с выразительностью, мелодикой и передачей эмоциональной составляющей музыки. Просто, как говорится, по-иному расставленные акценты. Правильнее, наверное, будет сравнить героев обзора с другой новинкой Кенера Селест Феникс Сколл. Вот с ними куда больше общего. Хотя Кенера привычно уже подчеркивает мелодику и объем, а 7 год стремятся к максимальной четкости и как цель рассматривают скорее студийный мониторинг. Оттого, если вслушаться, есть тут и свойственная последнему сухость и некоторая сдержанность и, что меня даже немного беспокоит, серьезная такая требовательность к усилительному тракту источника. К аналоговому выходу смартфона или маломощному мобильному ЦАПу их лучше не подключать. Зато все, что касается прорисовки сцены в глубину, сочности образов, акустически правильного веса инструментов и предельно комфортных высоких частот, это точно про EM6L. Отсюда их абсолютная жанровая универсальность. Слушать них можно все что угодно и в отличие от тех же EV200 и EA500 они не утомляют слух своей яркостью, а значит и некоторой агрессивной навязчивостью в области верхних частот, которые здесь как и положено продолжают и гармонично дополняют средние частоты, насыщая картину звуками перкуссии и резонансами различных живых и синтезированных инструментов. Да, на мой вкус высокие здесь слегка притушены и немного сглажены, но зато имеют ровно такой же, как и на середине вес и просто превосходную динамику. Бас, если слушаться не такой резвый, но то и понятно за него отвечают не арматурный, а обычный динамический излучатель. Зато сделано все настолько бесшовно и естественно, что эти нюансы приходится прямо искать. Вообще, низ намного вальяжнее и менее текстурный на фоне почти прозрачной середины, зато глубины тут отсыпали с горкой. По характеру здесь конечно не тотальная нейтральность, как в случае тех же BGP PO5, но все равно из-под практически живого исполнения отлично просматриваются и скоростные атаки и довольно высокое в своем классе разрешение. Следовательно, если вам нравится баланс между точностью и мелодикой с небольшим смещением в сторону первой, то EM6L это как раз то, что вы ищете. А если уж быть совсем откровенным, то данная модель намного взрослее, чем те же EV200 и EA500 вместе взятые. Впрочем, тут и ценник другой. Суммарно, Симгот ЕМ6Л могут похвастаться своей пиучестью, насыщенностью и прекрасной выразительностью, совмещенными со студийной строгостью, требованием высокого разрешения и отличного разделения инструментов. Сравнивая их с Phoenix School, я, честно говоря, так и не смог определиться, что же мне нравится больше. В одних композициях повышенная четкость и сдержанность прямо в тему, а в других хочется чуть больше объема искристости и того самого акцента на эмоциях. Для тяжелых и других агрессивных жанров, уверен, лучше подойдут герои нашего сегодняшнего обзора. А вот если брать что-то живое лирическое, Phoenix School вне конкуренции. С точки же зрения прорисовки оркестра, их повышенная точность и собранность играют исключительно в плюс, что непременно оценит абсолютно любой знаток академической музыки. Мне же остается согласиться с тем, что у Симгот очередной раз получился супер-хит, способный растолкать конкурентов не только в своем ценовом сегменте, но и некоторые модели прилично дороже. Для тех, кто любит максимально живое насыщенное исполнение в студийном понимании этого термина, это именно оно. Итогом гибридные пятидрайверные наушники Симгот ЕМ6Л удобно сидят, неплохо выглядят. Настроили их почти идеально под Хармона 2019 года. Да и звучат они, как говорится, соответствующие. С приятным аналоговым жирком, мелодикой и подчеркнутой такой экспрессией. При этом они заточены на высокую прорисовку, скорость атак, техничность, сдержанность или ощутимую мониторную сухость. То есть без искристости, явно выраженного тембрального объема и предельного разгула эмоций, которые можно встретить, например, в моделях Кенера. Здесь все, конечно, не менее весело, но при этом не лишено строгости, умеренности и высокой динамики. Причем как на макро, так и на микро уровне. В остальном производителю удалось добиться чуть ли не идеального баланса и практически однородного звучания на всем диапазоне частот. Для своей сотни баксов модель не просто отличная, она прямо таки шикарная. Лучшая из того, что вообще делали Симгот. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники Симгот ЕМ6Л. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграмме. Подписывайтесь на них. Всем, друзья, добра! Симгот ЕМ6Л. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграмме. Симгот ЕМ6Л. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграмме.